Вот сюда и сюда. Это соседняя деревня. Это мои абрикосы. Я фильм снимал. Они смотрели у меня все и говорили, саженцы ваши. Посмотрите на эту красоту. То есть, ну, сено морло, наше сибирское садоводство. Этим абрикосам 20 лет. Это первое, кому я продал саженцы. Здесь вся палитра. Королевский, Серафим. Вы, может, фильм видели. Или кто хочет, увидит. Вот этот момент я фиксирую. Вот. У нас. А, и, кстати, еще почему. Подчеркиваю. У нас абрикосов в этом году крайне мало. Крайне. Практически нет. Вот червашка еще есть. Такие, ну, не совсем. Ну, в общем, жизненькие урожаи. У меня есть. Вот мои абрикосы в соседнем поселке. А, в принципе, абрикосов нет. Теперь, почему я это подчеркиваю? Потому что, значит, чего-то добился. Вот это уже мой сад. Я постараюсь без комментариев. Вот. Это вишни-черешни. А, так, пробежимся. Ветка полностью сломанная. Отпиливать придется. Вот это, вот это, вот это. Вот, то есть, есть чего показывать. Так. Вот это, вот это, это. Да. Маленький комментарий. Это дерево я подводил. Говорю, я никогда не стесняюсь показывать. Можно ли считать неудачей, что дерево, которое ему исполнилось 30 лет, и которое дало сотни ветер абрикосов прекрасных, из Мелитополя, и называется Мелитопольский ранний, собирается помирать. Так вот, ребята, я оговорился. Придет еще несколько лет. А оно продолжает. Хреновенько, оно плодоносит. Но оно, вот здесь, отпилю, здесь. А вот эти ветки ниже. Молитесь Бога, чтоб на штабе никогда не было ран. Вот они. Абсолютно здоровые. Вот здесь отпилю и будет еще, боюсь сказать лишнее, но еще лет 5-10 точно будет плодоносит. И место еще выбрано. Вот здесь вот запад, за этим забором. Здесь сплошной забор. Сосед, чтобы в щели мы друг друга не видели, сделал. Был уже деньги, а он сделал сплошной. Он постарался сделать так, что он теперь начал гнить. Потому что здесь сплошная сырость. Вот с юга соседние деревья полностью закрыли тень. И дерево начало подыхать. Ну, это яркий пример. Но ничего. Дерево подыхает. А для нас, как это говорил, другим, наука. Но, боже мой, какая скука. Поехали дальше. Вот. Мы собирали коллекцию для Савинич, которая будет новая коллекция. Из уже клонов, которые на родителей не похожи никак. Ну, принцип такой. Мама брюнет, папа блондин, сын рыжий. И бегай по соседам, нет ли рыжего соседа. Вот у меня как раз такие рыжие соседы есть. Поняли, да? Ну, в смысле, аллегорию поняли. Вот. И вот все эти плоды попали в ведро теления Савиния, которое вы уже прекрасно знаете. И еще, надеюсь, узнаете. Будущий министр сельского хозяйства, это как минимум. С ее напором, с ее мозгами. Вот. С каким-то бешеным энтузиазмом. Это будет первый чек с дипломом, с этим самым, с диссертацией. Но на нашей стороне. Раннее Мичуриное. Ну, это попалось. Вот. Я почему ее это снял? Коротко комментирую. Если бы я захотел, я бы полсотни сортов обозвал бы колоннами, торговал бы в два раза дороже, рвали бы из рук. Вот. А я продолжаю утверждать. Кроме яблон никаких колонн на планете нет. Но отношение на штамбе, противоестественно, быстро проходит, как болезнь. Стоит только выпрямить. Я это пример того, что я не халтурщик. Вот. Захотел бы и вам бы сейчас бы. Столько бы наплел бы, что у меня колонны растут, да? Так. Дальше. Дальше. Это 100-граммовое. Дальше. Вот. Это кандидаты в высшую лигу. Вот это перешло, вот это дерево перешло в высшую лигу. Самое крупное плотство 2 грамма. Дальше. 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 Так. Ну раз попался снимок. Это вишня. В нее внедрена вишня. Но вишня с генами черешни. Вот. Результат такой. Видели? Так. Ну это дерево рухнуло бывает. Я не могу угадать, какая ветка рухнет. На ней, если бы дозрело, было бы где-то ведра 2. Кладу. Дальше. 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 Это все шло в эти... А вот. Теперь смотрите, что получается. Вот из таких вишен я сделал такие. А помните, Людмила, из Калининграда, вот этот вишенка, да, я вам черенки высылал, так, с дерева, где вот эта вишня укропненная. И у вас получилось 2 прекрасных дерева, вы отчитывались. Одна вот такая вишня, она не меньше, если не больше, а вторая чистая черешня. Вот. И буду доказывать, и доказывать, и до самой смерти я буду говорить, вегетативный гердац существует. Вот. Но обратная сторона. Вот с такой можно получить такую. Тоже не скрываю горькую правду. И с такой можно получить такую. Поняли, да? Нет, я не понял. Я все разделаю, а потом начинаю понять, что это на твою-то, теперь сна нету. Вот. Вот с этой рожей я и живу последние 20 лет. С тех пор, как у меня плоды укропнились. Вот с такой мордой я и живу. Вот. А вот здесь отсюда начали понимать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот это дерево, да. Видите, что подвой вылез. Это же прямо борьба с подвоем лютая. Его изувечат. Привьют высоко, а подвой изувечат. Смотрите. Последствия моей работы. Ну, дерево молодое, ему 20 лет. Вот это прививка. Так. Вот она. Привита где-то здесь. Вот. Теперь. Ну, кажется здесь, скорее всего, ниже. Вот. Она начала погибать. Четыре ветки вылезли ниже прививки. Я ни одну из них не тронул, естественно. А я их должен был уничтожать, уничтожать, уничтожать. И вот здесь до метра уничтожать все. То есть ничего этого не должно быть, вам верится. Теперь это погибает. Это именно с этого дерева я сделал самое. Нет, не самое. Так. Ну, в общем, одна из самых сенсационных фотографий с огромными плодами абрикосов. А вот это вот, вон они валяются. Видите? Это подвойные. Они увеличились в два раза. Вот. И сегодня я потом покажу вам, может, если дойдем. Сколько мы с него собрали. Ужас. Это крупный план. Вот это обвинение тем, кто торопится в секатор руки брать. Так. Так, так. Так, так. Это все еще поспевает, 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 поспевает. Вот. Ну, короче, есть, что показывать. Так, еще не все. А, вот тут у меня, кстати. Ой, никогда мне комментировать. Ну, никогда. Ой. Какие у меня получили. Вот черешня, кстати. Ариамидия обросла этими. Которые должны быть все рыть. Я их, корневые отводки. Вот. А на они-то сейчас, это будущее. Я на нее смотрю с подозрением. Когда же ты у меня умрешь? Она не умирает. Но если такое случится, я перехожу на дюки. Вот мои искусственные дюки. Дюки из этих самых. Уже. Ну, клоны дюки. Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Ну, это вечно степная. Не удивишь. Вот они. Вот они. А, вот это интересная фотография. Вы видите черешню, да? Обработка идет, так? Вот. Ну, да, мы сказали, фотографировать мне их не надо. Вот. Ну, я сфотографировал не их, а вот это. Самое. Вот эту черешню. Так вот. Значит, Елена Александровна, когда это будет. Помыто, высушенное и прочее. Я просто повторяю слова. Я вам вручаю 200-300 косточек черешни. Я вам ниже покажу, какого дерева она. Так? Вот. Две задачи будут стоять перед вами. Первая задача такая. Надо. Я черешню никогда не струксировал. То есть, не так. Никогда не делал, чтобы струксировал и садил. То есть, череш, я семенами не занимался. Теперь я надеюсь, что вы займетесь. Потому что, кроме абрикоса, я вам еще предлагаю две темы. Если вы не разорветесь, это самое. Дайте, как трудно, когда все хочется. А уже все раскрыто, да? Все секреты, тайны. Но полпути пройдено. А дальше-то кто будет? И вот я вам, надо первое, установить будет сроки, влажность, температура хранения косточек. Чтобы у вас весной взошли из этих хотя бы половины. Допустим, 100 штук, даже 100 штук взошло. Второй этап простой. Замерзнуть или нет? Уже без моих подвоев этих самых. Без вишневых супер морозоких подвоев. Второй момент. Замерзнуть или нет? И третий момент. Сколько из них останется селесием, а сколько вернется куда? Вишню. Мой пример. Вот он, новый русский. Вот он в хуторе на другом конце деревни. Я ему пять привитых черешин продал за хорошие деньги. Три из них стали вишнями. А тут тем более. И вот это все интересно. И в конечном счете, что-то превратится в вишню, а скорее всего в дюк. То есть вишня-черешня в гибрид. Там вот гены и те, и те. А кто-то чистые черешни. И вот эту черешню, второй этап, можно будет использовать в коммерческих целях. Ну не сразу. Ну подумаешь, что по отношению довести. Но все равно вопрос сегодня несколько лет. Вот это вот я вам приготовил такой еще один сюрприз. Пока вот фотографировал, пока готовился к вебинару. Так что держитесь. Вот. Весь из полей. Вот. Весь из полей. Вон он, Порша. Наконец-то. А то я помню, я говорил, у меня ни одной Поршинки несколько лет не видел. Вот они дожди. Ну ничего, не смертельно. Так, Елена Александровна. Три дня мы собирались. Вот последние эти черешинки. Канчина. Я почему сфотографировал? Мы чуть ниже будем говорить с ней. Не с ней, а будем говорить о ней. Потому что с этим вредить все надо прекращать. Но тем не менее, это Брянская розовая. Опять я не посмотрел, кто автор. Но то, что она имеет прямое отношение, я знаю к ней. Вот. И тут получается так. Мельчайшие плоды, ясно, сеянцы. Вот. То есть предыдущее поколение, то есть черенки пришли из дерева, привитого. То есть и так, черенки пришли срезанными из дерева сеянца. Мельчайшие невероятные. Никакого интереса не представляют. Даже в дачном саду. Вот. Значит. Само бесплодные. Опылять их некому. Поэтому это и весь урожай. Вот тут. Десятка три. Но дело не в этом. Рядом опылитель будет. Она будет покрыта этими плодами. Но учитывая малое количество и такой мелкоток, я не ругаю это дерево. Я вам говорю. Следующий, еще один этап. Вы берете, так же как в работе, допустим, с черенками с этих самых сортообразцами абрикосов Бродского. Стоит перенести на другой подвой, они могут укрепиться. Но там надо несколько поколений. Вот. Теперь смотрим дальше. Это просто прогулка по саду. Я не мог не прокомментировать. Вот. Восстанавливаются эти персики. Так. Царица моя из этих самых. Лучше, я считаю, в мире сорт. Для вообще России. Сувенир Востока. Пережил страшную зиму, несколько сухих веток. Но урожай, ну, даже цветочные почки не замерзли. Вот что значит подвой. Так. Ну, понятно, что это день рождения мое. И это здесь. Я готовлю президента. Знаете почему? Объясняю. Объясняю по-простому. Если Путин, на которого я эту надежду практически потерял, вот, за 20 лет, полный ноль это. Это при том, что меня печатали все центральные газеты и журналы. Полное безразличие, полный ноль. Вот. Ну, что теперь. А Путин, это джудаист, сабист. Вот. Я, по примеру, его, одним из качеств должно быть вот это. Ладно, смотрим дальше. Это урожай собранный был сегодня. Значит, Обратите внимание, перезревший только с этого. Только с земли. Во время съемок я единственное оторвал с дерева и чуть себя руку не укусил за это. Потому что нельзя, примерно, показывать, как отрывает. Вот. Просто хотел показать, какой он огромный плод. А пока вот такая картина. А теперь угадайте. Вот попробуйте мне сказать, какое ведро самое ценное. Дело в том, что здесь есть огромные плоды, и они довольно морозостойкие. Одно дерево с такими плодами. Кстати, Сенька сегодня заработал первые 100 рублей. Пол ведра собрал абрикоса. Вот эти вот. Вот оно самое ценное. Это абрикос Маньчжурский Патриарх. Вот это самое ценное ведро на свете. Вот. Окультурился слегка. Не знаю, как потерял морозостойкость, но слегка оккультурился. Пообщался с культурными абрикосами. Перемешал с ними гены. Не слегка окрасился. Стал съедобный. Но не эта ценность подвой. Как подвой ему цены нет. Теперь он родственник. Здесь у меня Амуры, Серафимы, Королевские, Баи, Рыжие. Академики. Но академиков самое малое. Все-таки еще работа впереди. Но после того, как мы вот эти раз-два, сколько, десяток ведер сняли, нет, не сняли, собрали земли, такое впечатление, что их меньше не стало. Вот. Но и заканчивается этот обзор. Это просто следующая фотография для любые темы. Но я еще раз хочу сказать, господа ученые, те, кто учит это самое, я еще я все буду показывать. Вот. Ну, разуйте вы глаза. Ну, посмотрите. Это, по-моему, Савинич мне фотографию эту сделала и прислала. Что я сейчас так? Ну, посмотрите, что нельзя садить в яму. Что деревья специально вылазят. Ну, пожалуйста. Ну, будьте людьми. Вот. Ну, мучите других. Ну, сами-то научитесь чему-нибудь. Ладно. Возвращаемся. Вот. И что мы тут видим? Так. А. Обратил внимание. Вот это вот когда-то мне Сычо прислал вот это вот прекрасный сорт. Монитоба 604. Первый урожай. Вот она классика. Проходит каких-то 18 лет. Узнаете? Я нет. Вот. И у меня это случилось. Я показывал Савинич почти со всеми сортами. Вот. Клоны, клоны. Их коррежат. Прививки. Ой, я боюсь повторять. Помните, загибал низ к пальцам. Ой, это уже другая сила. Случайные люди у меня собирают лишние вот эти. Только потому, что там ведер 100, может. А может 200. Ну, как случайно. Хуторяне проезжали мимо. Константинович можно. Да, ради бога. Вот. А вот это вот за это ведро Тимошка 100 рублей заработал. вспоминай. Было? Да. Вот. Это королевские, роскошные. А на втором плане кто косил? Я. А кто поверит? Сколько я тебе заплатил за этого? За полчаса работы? 100 рублей. Еще 100 рублей. Что ты сделал с этими деньгами? Потратил по-моему. Нет, ты скажи мне, что потратил. Зоопарк. Забыл. Ну, все, друзья. Мы с Тимошкой пойдем на кухню. Сейчас. Может, он уже проголодался. Через 5 минут встречаемся. Я надеюсь, Антон Валерьевич сейчас возьмет и покажет ваши вопросы наболевшие. Кстати, вот это. Это процедура. Чему приводит прививка желтой черешни к вишне? Пожила 2 года. Вот. Ни одного плода я не попробовал. И умерла. А вишня заразилась. А в доказательство вот они. Пожалуйста. Скажите, что я их красил в желтый цвет. Одного интересного. Очень интересного. Причем уже все. Уже все в моем саду так поперепутано. Вот. Хотите получить вишню из черешни? Пожалуйста. Хотите получить черешу из вишни? Пожалуйста. Вот. Что угодно. Косточки из моего сада обладают уникальной способностью к назовем это, знаете, какое слово сейчас придумаю. Трансформации, да. Может быть новый термин ввести. Сорта трансформеры. Вот понимаете. Сколько раз я читал вот эти предостережения. Я надеюсь, меня сейчас слышно, пока идет перестройка тут. Вот эти вот предостережения. О том, что ох, нельзя дикарей рядом с культурными садить. Ну вот согласитесь, что я ничего не преувеличиваю. Что это как бы одно из основоположений. Ну что, дикарей садить рядом с культурными. Опылят все, что потом что будет. У меня половина сады. Треть сада дикарей, треть сада полукультурных, треть сада культурных. Еще какое-то количество супер шартов. Ну и что. И пора у меня заказывать эти самые косточки абрикоса. Вишни, черешни. Дюка вишечерешневых. Вишня войлочная. Еще раз говорю. И полный набор абрикосов. В этом году у меня абрикосов поменьше.